За 7 месяцев текущего года на территории Республики Татарстан по вине водителей в состоянии опьянения совершено 195 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 29 человек погибли и 285 были травмированы. 15 августа в набережных Челнах на проспекте Хасана Туфана нетрезвый водитель автомобиля Volvo 1986 года рождения не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на группу пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия три пешехода получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. 16 августа на пятом километре объездной дороги Ознакаево водитель автомобиля Mazda 1992 года рождения, управляя автомобильным в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на обочину и совершил опрокидывание в квет встречного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения. За семь месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции МВД по республике Тарстан пресечено около 8 тысяч нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и невыполнением водительных транспортных средств требований о прохождении медицинского освидетельства на состоянии опьянения. 682 водителя привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В соответствии с частями 1 и 2 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление транспортным средством водителем, находящее в состоянии опьянения, а равна передаче в управление нетрезвому водителю, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельства на состоянии опьянения, а также за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортных происшествий, к которым причастен водитель, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудниками полиции, до проведения освидетельствования о состоянии опьянения, либо до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. Управление транспортным средством водителем, находящим в состоянии опьянения и не имеющим права управления, либо лишенным права управления, а равно невыполнению водителям, не имеющим права управления, либо лишенным права управления законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствия на состоянии опьянения, влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток. А для тех лиц, в отношении которых не может применяться арест, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом влечет более серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.